Всем привет! Сегодня я буду рассказывать о лаках. У меня почти все лаки люксовые, поэтому часто меня ругают, часто спрашивают, почему именно эти лаки. Ну, отвечу я так, что все лаки у меня очень долго. Некоторым лакам года два, и они не засыхают. Вот поэтому я люблю люкс. В отличие от других лаков, которые у меня есть обычные, они очень быстро сохнут. Итак, больше всего лаков у меня Dior. Вот, когда вижу красивую упаковочку, красивый цвет, то я сразу покупаю этот лак. Это из наборчиков, вот чтобы было понятно. Вот такие они. В наборе бывают обычно два цвета. Вот один такой был наборчик, такой и такой цвет. Крышка вот так открывается. Внутри обычная крышечка. Вот это я не очень люблю, кстати. Мне было бы приятнее, если бы эта крышка сама крутилась. И внутри широкая, очень удобная кисть. Нанести сразу на всю ногтевую пластину. Шанель очень тонкий. Да, здесь тонкий. Второй по популярности у меня лак это Шанель. Такие пузатенькие. Они тоже открываются вот так. Здесь логотип тоже Шанель. И внутри как обычный лак. Красивый есть пузат. Смотрите, здесь что-то уже масло вот наверху. Ну-ка. Ну вот он абсолютно свеженький. Хотя уже давно-давно этот лак у меня. Они все оттенки красивые. Следующий из люкса это Givenchy. Вот еще из Dior могу показать вот такой лак. Тоже очень красивый. Ну вот согласитесь, его можно купить просто из-за упаковки. Но здесь цвет еще какой красивый. И он открывается вот так. Этой крышечкой. Не вот эта дурацкая обычная. Потом здесь внутри хорошая кисточка. Широкая. Покажу сразу еще одну рождественскую коллекцию. Вот такой лак. И украшение на ногти. Сначала нужно было накрасить вот этот золотой лак. Потом вот через эту воронку. Для того, чтобы собирать влаг. Вот эти частички, крупицы. Что это кружочки такие красивые. Очень красивый получается эффект. Может быть как-нибудь накрашу. Покажу вам. Но в принципе я его использовала только один раз. На какой-то праздник. Наверное все-таки на Новый год. И вот с тех пор он у меня так и лежит. Потому что это очень неудобно. Эти крупинки осыпаются. Они очень блестят красиво. Когда на них попадает свет. А так это и неудобно. Сверху закрасить его чем-то нельзя. Он теряет свою яркость. Покажу еще вот этот лак. Это из последней коллекции Герлен. Такая же помада у меня есть. Здесь надпись Герлен. Этот лак тоже вот так открывается. Но он конечно очень красивый. Вот эти лаки. Наверное они лимитированные. Их можно было бы покупать прямо. А вообще обычный лак Герлен выглядит вот так. Тоже неплохая упаковочка. Правда тоже открывается. Этот лак он такой блестящий. И он не такой неприметный. Несмотря на свой блеск. Но если его конечно рассматривать под лучами искусственного освещения. То он очень блестит. А вообще я называю его лаком для фотосессий. Я пользуюсь им тогда, когда фотосессия. И когда нужно много раз переодеваться. Еще вот такой у меня лак. Тоже для фотосессий. Beauty Drax. Этот лак с ароматом. Кстати так же как и лак от Герлен. Пошел лак, который мне ужасно не нравится. Этот лак Inglot. Этот лак вот этот белый. Не знаю как остальные. Но белый совершенно ужасно. Я его покупала для того, чтобы делать французский маникюр. Он с разводами какими-то приходится наслаивать. Что-то я даже не нашла кому его подарить. Очень мне этот лак не понравился. Не хочу даже о нем больше ничего рассказывать. Также из лаков у меня есть Estee Lauder. Вот такой красивый лак. И сама упаковка красивая. И внутри лак. Блестящий такой. Тоже новогодний. Что-то все лаки у меня какие-то новогодние получились. Вот еще два лака марки Anni, наверное. Тоже их купила. Мне очень понравился симпатичный лак. И этот темно-синий. И вот этот блестящий. У него цвет очень красивый. Но эти лаки я не люблю. Вообще любые. Люкс, не люкс. Неважно. Их тяжело смывать. Я ненавижу смывать этот лак. Снимать. Очень тяжело. Еще вот такой у меня есть лак. Недорогой Miss Auda. Смотрите. Красивый цвет такой. Вообще упаковочка неплохая. Вообще лаки, я считаю, можно покупать недорогие. Лаки и карандаши для губ. В принципе, вот с этим они как красиво сочетаются. Похоже, как у меня. Такой у меня Тиффани цвет. Но вот эти похожи. Вот этот прям вот очень. Один в один. Хотя это другой марки. Я покажу, какой новый. Также есть лак Tom Ford. Это старая уже коллекция. Тоже он у меня абсолютно как новый. Не засох. Здесь двигается вся крышечка. У него вот такая обычная классическая щеточка. По стойкости все эти лаки обычные, ничем не отличаются. Нельзя сказать, что они там невероятно держатся. Вот этот лак, кстати, который у меня на руках и на ногах тоже. Обещают производители до 10 дней. Посмотрим. Пока только третий. Так. Марки Кюра. Кюре. Кюре. Люблю эти лаки. Невероятный выбор оттенков. Ну, тоже вот опять-таки снимается, становится таким простым-простым. Здесь тоже классическая кисточка. Насыщенные густые оттенки практически с первого раза покрывают. Но нужно сказать, что во всех лаках есть разные оттенки, которые по-разному ложатся. Вот этот оттенок с первого раза. Есть оттенки какие-то другие, которые не очень покрывают хорошо сразу. Вот этот такой. Еще один красивый дизайн. Это Майкл Корс. Вот такой нюд. Вот. Очень мне нравится. Но тоже снимается и становится простым. Классическая щеточка также. Ну, цвет. Цвет очень хороший. То и самаран. Ну-ка. Тоже снимается. Тоже классическая кисточка у него. Цвет, посмотрите, какой хороший. Еще у меня есть лак Герлен. Я забыла, что там за лак. А, это новогодняя коллекция. Посмотрите, какой блестящий, невероятный лак. Но для меня этот лак дешевый. Вид у него ужасный. Я, когда его покупала, вот так смотрела, казался красивым. На ногтях это просто ужас какой-то. Если только, конечно, его сфотографировать очень близко, при свете, чтобы прям там все эти частички переливались. И вот так держать лак, это будет красиво. Ну, просто вот так в жизни ногти ужасные. Другого слова даже не могу подобрать. Очень некрасиво. Вот, кстати, у меня нюды какие. И Корс, и Диор. Посмотрите, как они хороши. Разные, но красиво одинаково. Еще у меня есть лак Армани. Этот лак мне нравится по красоте своей. Вот там невероятное скопление цвета. Что-то там вообще кружится. Как будто космическое что-то. Но он вязкий. Я не знаю, может быть, я уже купила такой, который, может, как-то открыли. Но я покупала два лака, обувы вязкие. Тяжело ими красить. И не советую. Еще есть такой маленький лак. Это Эвсен Лоран. Густой, темный, индиго. Темный, темный, синий. Красивый очень. Так, это я не помню, что у меня за цвет. Диора. Это последнее приобретение из Диор. Красивый. Вот у меня такой есть и такой. Я смотрела, думаю, стоит мне покупать, не стоит. Прям такая совсем-совсем на тон у них разница. В цвете именно. Не в тоне. Но мне показалось, что мне необходимо это купить. Еще у меня есть две вот такие коробочки. Здесь Электрик. Это из Диор. Посмотрите, какой действительно Электрик. Здесь базовое топ покрытия и сам цвет. Еще есть Golden Jungle. Это потрескивающиеся лаки, которые вот так вот расходятся. Очень красивые эффекты. Они, кстати, тоже как новые. Хотя им два года точно, а так можно даже и больше. Вот тоже красивый цвет. Немножко похож на мой. Все почему-то у меня Диора оказались немножко голубовато-розоватыми какими-то. Так, так получилось. И вот, посмотрите, какой красивый оттенок. Очень красивый. Мне прям нравится. Снова влюбилась, как достала. Снова полюбила этот лак. Так. Ужасный лак. Ужаснее некуда. Это лак от Dolce & Gabbana. Вот такой лак. Такой большой он. Тоже снимается. Вот такой становится. Сам цвет невероятный, красивый. Травяной, густой, насыщенный цвет. Это я вам покажу сейчас фотографию ногтей. Его просто не снимешь. Такое ощущение, что намазали ногти зеленкой. И они вот по всем ногтям, по всем пальцам распространяются. Распространяется этот цвет. И это просто ужасно. Невозможно снять. И этот лак я... Так, когда какой-то бзык вдруг настанет, я крашу им. Ну, красила два раза. Два раза был бзык, когда купила. И когда вот недавно совсем что-то увидела, какую-то фоточку. Мне понравилось, что там этот цвет. Снова накрасила, но потом опять пожалела. И вот такой лак. Марк Джейкобс. Я говорила уже про дизайн этой марки. Посмотрите, какой космический дизайн. Мне очень нравится. И приятно им пользоваться. Такой плоский, красивый лак. Тоже, когда открывается ничего такого, могли бы, мне кажется, все-таки что-то придумывать. Может быть, такого какого-то цвета крышка была вылихать. Прям совсем блестела. Ну, это не так страшно, конечно. Но что-то могло бы быть и лучше. Но вот так. Ох, красота. Неописуемая. Также два лака от марки Лак. Неплохие лаки. Здесь удобная крышечка вот такая. Силиконовая, резиновая. Не скользит. Хорошо красит. Ну-ка. Обычная классическая кисточка. Вот этот цвет с первого раза прямо наносится очень классно. А вот этот с разводами. Его нужно слоя три нанести, чтобы не было разводов. Ну и покажу какие-то лаки, которые у меня тут есть еще. Это марки OPI. Кто-то подарил. Это черный лак, а сверху покрытие вот такое блестящее. И очень симпатично смотрится. Тоже снимать очень сложно. Но когда красишь красиво. Еще есть умная эмаль. Все ее что-то как-то покупали. Я тоже купила. Даже не знаю зачем. Чтобы с ногтями было все в порядке. Еще есть марка Эс... Эсси... 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 Не знаю, как называется. Вот эта вот марка. Тоже такая популярная. Все любят их лаки. Я не люблю. Не могу ничего сказать о них такого хорошего. Чтобы прям... Чтобы их любить. Не знаю. Еще есть у меня топ... Топовое покрытие. Я, честно говоря, не помню, зачем оно нужно. Стоит и стоит. Мат... А, матовый эффект. Вот, наверное, можно покрыть любой лак им. И он станет матовым. Надо попробовать, кстати. Я не помнила. И еще мне есть очень нравится это покрытие Орли. Это для того, чтобы лак быстро сох. Действительно помогает. Поментально сохнет лак. И причем еще и грянец дает очень красиво. Мне нравится. Только единственный минус, когда доходит уже до серединки, становится вязким. Я до середины потом покупаю новый. Потому что уже не очень приятно. И еще есть вот такие два лака. Это Кристина Феджеральд. Вот. Там два лака. Один у меня. Я так долго выбирала. Помните, лаки. Таня. Вот один Таня. А другой почему-то M.R.S. Джил Бонд. Визбонт. Не знаю. Почему-то вот так. Здесь внутри такое... Это не носится как база сначала. А потом сам цвет. Вот цвет, посмотрите, какой красивый. Мне кажется, для ног он будет отлично. Ну и у нас жемчужина коллекции, как всегда. Это, конечно, лак Лабутен. Люблю и обожаю этот лак. Он у меня на пьедестале. Он самый лучший по всем показателям, по всем критериям. Он действительно крут. Это как раз таки... Вот если, например, брать обувь Лабутен, туфли эти ужасные, которые классические лодочки, я их одела два раза и больше не смогла. У ноги как будто это как курица. Не можешь ходить. Вот очень сложно мне в этих туфлях было ходить. А вот лак действительно потрясающий. И дизайн, конечно, отличный. Посмотрите, какой он огромный. Вот если сравнить с моей ладонью, это вот очень большой лак. Вот так открывается. Я купила классический специально, чтобы у меня была вот эта именно упаковка. И вот сам лак. Сам лак невероятный. Он очень красивый. Вот этот дизайн стоит купить из-за дизайна. Я хочу купить еще несколько лаков. Не знаю, куплю или нет, но хочу. Мне нравится вот эта церемония целая. Пользоваться. Здесь очень маленькая кисточка, но она мне удобна. И цвет хороший, и держится хорошо лак. Цвет, он... Ну, кстати, тоже уже давно у меня этот лак. Он тоже не высох, такой ровненький, красивый. Очень мне нравится. В общем, я за. Вот они молодцы в этом плане. И помада шикарная, и лак. Ну, помады дизайн все-таки немного тяжеловат, а вот лак неплох. Ну, конечно, его не возьмешь с собой в дорогу, да, там накрасить где-то в поездку. А так дома, чтобы стоял на полочке, радовал глаз. Это очень красиво. Ну, пожалуй, вот на этом мы закончим. Это все о лаках. Всем пока!